Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames. И сегодня речь пойдет не о новой игре про динозавров, которую все так привыкли видеть на нашем канале. Сегодня мы немного поговорим о предстоящей экшен-игрушке. Я бы отчасти ее назвал немного хоррором. Игра под названием Клоуны-убийцы из космоса. Думаю, старички или даже молодые люди на канале когда-то смотрели данный фильм 1988 года выпуска. Что представлял из себя этот фильм? Это американский научно-фантастический комедийный фильм ужасов 1988 года. Премьера состоялась в тот же год, 27 мая. Сюжет повествует об инопланетных клоунах, намеревающихся превратить людей в пищу. Фильм получил смешанные, конечно, отзывы. Я помню, как я смотрел этот фильм и, честно, мне было немного жутковато. Потому что, что ни говори, большинство людей представляют себе клоунов, каких-то убийц или маньяков. Фильм «Оно» вспоминается. Наверное, оттуда все самые основные страхи. Короче, что будет представлять из себя игра? Это будет асимметричная многопользовательская экшен-игра про жестоких инопланетных клоунов, который выйдет на персональных компьютерах и консолях. Консоли Xbox и Sony PlayStation 5. Кстати, релиз уже назначен на 4 июня этого года. Занялась разработкой студия Freephonic, издатель игры Just Busters Spirits Unleashed. Данная игра получила даже очень неплохие отзывы. Напомню, это будет асимметричная сетевая игра, основанная на легендарном фильме 1980-х годов в битве между клоунами, убийцами и жителями Крессенд Коу, в котором вам предстоит собрать команду и применить смекалку, чтобы ловить людей, играя за клоунов или спасаться, играя за людей от инопланетного вторжения. В игре заявлено до трех клоунов-убийц, в команде и до семи выживших. Люди должны будут пережить инопланетное вторжение или даже сорвать его, ну а клоуны сами понимаете, что должны сделать. Карты для противостояния будут генерироваться случайным образом, но так, чтобы на них было где развернуться и людям, и пришельцам. Заявлено, кстати, о большой площади, где можно будет спрятаться, а также искать места для выхода, чтобы спастись. Выйти через определенные убежища, но для этого понадобится найти некоторые элементы по типу бензина, завести генераторы и прочее. Лунный залив – это обширная арена для уникальных 3 на 7 схваток между клоунами и людьми, с разнообразными локациями и множеством тактических возможностей для обеих команд. Также мы сможем во время встречи с клоунами вступать с ними в борьбу и на некоторое время останавливать их преследование. Но клоуны тоже не из слабых, которые будут иметь свои определенные навыки для охоты. Это, знаете, это очень в стиле пятницы 13 и техасской резни бензопилой. Кстати, который последний я посвящал очень достаточно много времени. Среди прочих особенностей игры заявлено также диковинные умения и оружие клоунов, пвп-пве геймплей, необычный подход к стелсу, системы кастомизации респауна, система динамических целей, позволяющая завершать матчи разными способами. Пострелизная поддержка. Как гласит официальное описание проекта, спланируйте инопланетные вторжения и охотьтесь на людей, управляя легендарными клоунами-убийцами или соберите команду выживших для противостояния внеземной угрозе. Добро пожаловать в новую безумную многопользовательскую игру-хоррор, основанную на фильме «Клоуны-убийца из космоса». По системным требованиям. Сейчас вы можете наблюдать минимальные и рекомендуемые для своего ПК. Отталкивайтесь именно от этого. Цена проекта в стиме. 1300 рублей и за контент делюкс 1900 рублей. Сумма немаленькая, да. Ту же техасскую резню я покупал за 1100 рублей. Собственно, отличия немного. Как я посмотрел в стиме, решать, если что, вам. Это по цене. Все ссылки в описании, все оставлю обязательно. Думаю, что на этом, наверное, все. Кому интересно, можете почитать или найти еще нужной вам информации. От себя скажу, скорее всего, я буду стримить этот проект и жду его, так как отчасти мне данного жанра проекты очень нравится. Ведь, тем более, новое – это хорошо забытое старое. Ну, короче, посмотрим. Палец вверх, подписка на канал и пиши комментарии обязательно. До новых встреч!